Выставляем руки в замок на эту точку и совершаем 30 компрессий. Компрессия с частотой 100-110 нажатий в минуту, после чего усуществляется два глубоких вдоха. Это первая помощь при отсутствии дыхания у человека. Подобные практические уроки преподают в АГМУ для всех желающих, даже школьников. Однако в этот раз на первом занятии федеральной программы под названием «Готов к санитарной обороне» оказались главы районов и их заместители. Как минимум мы должны понимать, каким образом человека спасти от обморока, каким образом человека спасти, когда у нас автомобильная авария, помочь ему выбраться из машины, восстановить кровь, если у нас кровотечение возникло, помочь утопающему человеку при переломе. Для жителей региона, в котором смертность от внешних причин находится на третьем месте, это полезные навыки, поэтому их нужно распространять. Районные главы в данном случае выступают своего рода будущими инструкторами для своего народа. Для руководителей это важно, потому что без их инициативы, без их поддержки проводить такую работу очень сложно. Насколько качественно будут подготовлены наши инструкторы, от этого будет зависеть, насколько они смогут работать с простыми людьми, готовить их ко всем этим по этой программе. Если чему-то учить, то надо научиться самому. Симуляционный центр ВГМУ открылся еще в 2022-м. Тогда по большей части обучали бойцов, идущих на СВО и волонтеров. В этом году работу продолжили и уже подготовили более двух тысяч силовиков. Притом программы есть как простые, так и углубленные. Вот только что закончился цикл 104 человек и еще новых инструкторов. Среди них наших студентов. Очень много тех, кто перед этим еще закончил среднее профессиональное образование. Там много учителей физкультуры, сотрудники МЧС. Ну то есть те, кто реально может в последующем как раз тоже обучать уже население. Всего в этом году ВГМУ планируют подготовить 550 инструкторов, которые вскоре будут обучать других людей. Не исключено, что в следующем году программа может расшириться, поскольку ВУЗ планирует открыть центр тактической медицины. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.